приветствую стоит поговорить что на рынке на самом деле позиции не две не только лонг или только шор у нас есть еще очень прекрасная позиция еще называть позиции кэш либо на заборе кто кому как удобнее и я думаю что вот наступающие дни самое время занять именно эту позицию потому что рынок входит в такой так сказать в тонкую свою фазу когда участников рынка становится мало когда наступает дни где биржи не работают основные фьючерсные например там бирже да да и рынок форекс принципе тоже не работает 25 декабря один из немногих дней когда рынок форекс не работает в принципе то же самое относится и 1 января и все пожалуй больше никогда особенностей в этом плане не присутствует и у нас с вами на горизонте именно эти дни я хотел бы сегодняшний выпуск такой посвятить не столько обзору сколько искать предостережению вас потому что рынок тонкий он на мой взгляд достаточно опасный много разных вещей случаются именно в эти дни если вы не хотите вспоминать об этом с горечью настоятельно рекомендую быть намного намного осторожным либо вовсе оставаться без позиции в неудел в году очень много дней на самом деле и на торговаться вы всегда успеете самое главное для новичков это набрать опыт опыт можно набрать и просто глядя на то что творится вокруг а для так сказать людей уже опытных да еще раз вспомнить что может случиться давайте не будем далеко с вами ходить и вспомним хотя бы 2 января 2019 года это было год назад на самом деле на многих инструментах таких как фунт доллар и фунт иена спреда достигали порядка 400 пипсов на ряде брокеров и это не вина брокеров до некоторые так сказать решали вопросы по-разному но я как человек который ведет и свой там так сказать медиа ресурс да ко мне очень часто люди обращаются с жалобами о том что вот их брокер вот так тут закрыл по несуществующим котировкам но коллеги кстати на сторону брокеров не всегда они в этом виноваты есть поставщики ликвидность и действительно из-за открытия биржи действительно из-за тонкого рынка могут быть такие спреды и это обычная рыночная ситуация да ну да на назвать ее обычной наверное не приходится но тем не менее это рыночная ситуация и такие штуковины бывают не только на рынке форкс если вы думаете что на биржевом рынке как-то все проще делается да и более честнее то не факт причем что на московской бирже что на бирже 7 бывают свои моменты когда люди просто теряют из-за того что ну вот так вот поступил рынок не нравится такая ситуация считает это не честно ну как говорится вон с рынка да это те условия на которые вы либо с ними соглашаетесь и работаете либо вы с ними не согласны и тогда пожалуйста дверь все знаете как у нас работают рынке но насколько вы поняли что 25 декабря не работает ни одна биржа не работает рынок форекс 1 января он тоже не работает открывается 2 3 но дальше там уже по выходным как оно и должно было бы быть но есть люди которые еще и ориентируются на работу бирж к таким людям отношусь и я в том числе поэтому давайте посмотрим как что торгуется в описании к этому видеоролику я попрошу чтобы приложили все эти ссылки а начнем мы с популярной бирже бирже семьи ссылка на эту страницу она у вас будет здесь можно посмотреть расписание всех праздничных предпраздничных дней которым относится и 24 26 декабря также 31 декабря 2 января но и справедливости ради по этой же ссылки вы в принципе можете потом увидеть как торгуются в 2020 году а если вы здесь откроете перейдете по этим ссылкам то скачается табличка excel которая будет выглядеть вот таким образом и здесь можно посмотреть что до когда закрывается и так это на расписание на празднике 24 26 декабря и меня в основном интересует вот эта секция секция equity где торгуются фьючерсы на смп 500 и секция биткоина где торгуются фьючерсы на bitcoin интерес трейд на процентной ставки продукция fx то есть это валютные фьючерсы до которые в принципе по которым можно вполне ориентироваться может быть среди вас даже есть люди которые торгуют именно валютным фьючерсами но и секция энергетика металлы и диме да и мы здесь можем посмотреть когда же она закрывается сегодня 24 декабря состоится раннее закрытие 18 часов 15 минут время ютисе ютисе это так сказать чтобы перевести на наш русский ютисе нужно прибавить три часа и будет московское время соответственно в 21 час 15 минут по московском времени будет закрываться все практически эти секции кроме секции металлов и энергетики те будет закрываться 1845 время 1425 1415 это время central time это у них там в америке то есть другими словами у них то действительно сокращенный день после обеда фактически биржи не работают рынок форекс к этому в этом плане к этому расписанию не относятся напрямую но тем не менее существует различные cfd инструменты которые ориентируются и так сказать в некоторых cfd в качестве базового элемента есть вот фьючерс например на не знаю на нефть на нефть марки wti данная жк или почему нет тогда да конечно они будут привязаны хотя сразу обращаешь внимание что для форекса нету как такового четкого расписания смотрите проверять свою почту обязательно брокер должен вам прислать письмо в котором будет подробно сообщаться какие рынки когда закрывается и как открывается до форекс он вне биржевой поэтому здесь так сказать могут быть некоторые тонкости и они зависят именно от поставщика ликвидности они при а нет так сказать ну жила не хотела к самого брокера что касается открытие то биржи семьи например до открывается уже 25 декабря но на 26 23 utc то есть опять же если переводить на наш так сказать русский язык да то в два часа ночи московскому времени 26 числа будут открыты валютные фьючерсы наберу семьи тут же бы я хотел отметить ваше внимание на то что рынок форекс открывается на час раньше то есть примерно не примерно весьма память не изменять в час москвы открывается в час ночь москвы 26 числа открывается рынок форекс и только потом через час добавляется биржа где торгуется валютный фьючерс самыми большими объемами и вот в этот момент реально возможно и расширение спредов и когда я говорил в начале видео о том что 2 января были вот такие вот там спреда на фунте это было как раз таки в первый час открытия соответственно если у вас короткие там стопы на мне кажется что у вас просто-напросто могут размножить и вам здесь брокеры в этом плане не поможет потому что это не его вина да то есть это реально такие штуковины может ли он вам там компенсировать но если в ваш случае посчитает особенно вместе посчитает что ну да как бы так сказать нужно быть лояльным клиенту то почему бы и нет да тут много зависит именно от возможности брокера и каждая конкретная ситуация это что касается значит 24 26 декабря давайте тоже даже с вами влиянием сразу и на новый год потому что в этом году до мое выступление в рамках этой программы последний раз мы с вами встретимся встретимся в начале в следующем году 2020 здесь стоит отметить что для американцев и до европейской части нашего континента наш до нашего континента в основном именно католическое рождество празднуется новый год празднуется так по стоку поскольку у нас все с точностью да наоборот у нас у россиян я имею ввиду да и здесь вы можете посмотреть что для биржи семьи 31 декабря вполне рабочий день причем с регулярным закрытием обычным даже не сокращенный рабочий день в 22 часов и тисе закрывается по пупойтесь и закрывается бирже это регулярное закрытие 31 декабря чтобы перевести все это дело на русский то час ночи по московскому времени 1 января 2020 года будут закрыты биржа будет закрыта бирже семьи а вот вот так вот то есть новый год для москвы для большинства часовых поясов нашей страны пройдет искать в режиме работы бирже 7 но конечно есть секции которые в принципе закрыта вот ранее закрытие кое-где здесь но обычно все у всех регулярное закрытие 1 числа все закрывается ничего не работает ну а открытие тоже вполне обычная 23 1 числа то есть по по московскому это в два ночи уже второе число и опять же ситуация точно такая же форекс откроется в час ночи по москве два часа откроется москве 2 числа бирже 7 тоже будет тонкий рынок тоже будет азия практически никого нету целые сутки не торговались вполне возможно что какая-то сильная большая крупная заявка до чья-то оставлены на выходные будет исполнен в первые минуты открытия рынка что вызовет какой-нибудь непонятной волатильности если мне спросите будет или не будет я не знаю будет или не но я скажу что шансы нарваться на решение спредов на непонятные шпильки шейкаут в этот момент они очень очень высокие да и может быть она вам нафиг ты не на люди которые смотрят московскую биржу люди которые смотрят наши активы то здесь немножко ситуация другая тоже ссылочку попрошу прикрепить торговый календарь на декабрь и январь 19 20 здесь обратил ваше внимание на то что 25 число для российской бирже является вполне рабочим и наверное единственное место где можно будет поторговать то есть самые валютные пары евро доллар так это вот фьючерс на евро доллар на московской бирже он будет торговаться 25 декабря нигде в мире торговаться не будет а вот на московской бирже он блин будет торговаться и казалось бы ну хочу да поделать но самое печальное что вполне возможны катаклизмы например если мы с вами посмотрим как был год назад не знает то может быть обращал внимание или нет то например на московской бирже 25 декабря нефт марки brent открылась и упала в этот день на больше чем на 11 процентов первые часы торговли несколько планов подряд вам три или четыре планки подряд то есть падение стремительное рост гарантийное обеспечение моржин колы стоп-пауты все 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 происходило в этот день потом конечно биржа со всем этим делом разбиралась еще целый квартал и ему созили за то что она понаделала ну вот факт остается фактом тут скорее больше в основном многие потерпели поражение нежели заработали на этом но опять же на за этот же день это падение вполне отросло и де-факто закрылась нефть всего лишь снижением 2 процента чуть больше чем 2 процента что немного причем обращаю внимание что в этот момент только на московской бирже торговался нефть марки brent марк brent торгуется ее основные объемы на лондонской бирже а из московская это не основная биржа в этом плане айс была закрыта только бренд был открыт и в итоге вот такой шейкаут а то что вы видите справа это вот котировки как раз таки той самой айс ну точнее говорить даже серди серди котировку которая в принципе даже и не почувствовал этого шейкаута и и и все и московская биржа тоже вот это вот фич с московской бирже к за 2018 год евро доллар евро доллар на 25 декабря скорее чаще всего все происходит более менее спокойно порядка 62 от них от минимум до максимума двигалась евро доллар в течение 25 декабря год назад а по факту практически закрылась в том же самом месте где открывалась то есть рассчитывать на какие-то сверх серьезные движухи тут маме когда весь мир не работает до работает только одна секция но я бы на самом деле бы и не стал и я бы даже сказал что это скорее исключение чем правило и этого надо больше бояться чем ожидать другие дни здесь более-менее своеобразные причем обращаешь внимание что для россии для иметь ввиду страны до 31 декабря является рабочим днем на московской бирже 31 декабря день нерабочий котировки не бегают вообще нигде вот 30 не сокращенный обычный рабочий день также мы не работаем 1 2 3 рабочий день 4 5 выходной 6 рабочий день 8 рабочий день ну и дальше уже там по тем расписанием которые присутствуют и того если подвести черту еще раз обращаешь внимание на то что новогодние праздники да это тонкий рынок это самый низко ликвидный бытует мнение что именно в тонкий рынок все обычные происходит там какие-то злые кукловоды маркетмейкеры банки и прочей нечисти до вурдалаки выходят на рынок и наказывают всех тех кто спокойно там накид своих банкетах гуляет но это на мой взгляд не имеет никакого смысла если вы возьмете например объемы торгующиеся на любых биржах да и посмотрите как распределяется эти объемы в момент всех этих шейкаутов да и какие конкретно объем проходит я вас уверяю вы придете ко мнению что движение импульсы различные гэпы которые происходят они происходят не потому что кто-то это специально делает потому что совокупная позиция даст то есть если вы хотите закрыть свою сделку где-то там вы не все кого-нибудь по стопами на по стопам нас уверяю что вы наберете значительно меньше объем потому что ликвидности мало и цена сделки у вас будет значительно хуже чем это можно сделать в любой другой рынок поэтому вы можете мне не верить вы можете просто взять и посчитать это банальная математика вам показывает что выносить кого-то там вот в тонкий день на самом деле как не так уж и выгодно да и нет необходимости в этом относительно того что такое происходит да происходит это может быть совсем без новостей просто какая-то крупная заявка которая так сказать подали до открытия рынка ее надо было исполнить она исполнилась маркетмейкеры приняли не приняли там непонятно в это ни за что не предугадаете не выскажите поэтому я вам так сказать желаю на новогоднюю ночь и в предстоящем году успехов и профита а только лишь успехов да и только лишь профита а все остальное я думаю приложится ну и берегите себя в двадцатом году до встречи